Дело о пропаганде в империи или процесс 193. Санкт-Петербург, 1875 год. В 1875 году в столичном комитете министров было решено устроить большой показательный суд над участниками «Хождение в народ» революционного движения, которое занималось просветительской деятельностью и агитацией народных масс. Вычисляя бунтовщиков, жандармы несколько перестарались. Было задержано более 4 тысяч человек. Из них к дознанию привлекли 770, а из них отобрали 265. За время следствия, растянувшегося на 3,5 года, 43 подозреваемых умерли, 12 покончили с собой, 38 сошли с ума, еще четверо не дожили до суда. В результате процесс был учинен над 193 лицами и стал самым крупным в истории царской России. Обвинительный акт признал всех подсудимых членами единого тайного сообщества и вменил им подготовку неиспровержения порядка государственного устройства. Процесс шел при закрытых дверях. Из-за слабости доказательной базы и необъективности следствия дело вызвало массовые протесты и попытки бойкотировать суд. Корреспондент Таймс писал «Я слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вез в вагоне капитал Маркса, а третий просто передал какую-то книгу своему товарищу». Суд приговорил 28 человек к каторге, 36 к ссылке, более 30 к менее тяжелым формам наказания. Для 80 оправданных Александр II санкционировал административную высылку. Ни один осужденный не подал прошение о помиловании. Продолжение следует...